Я приветствую всех на канале Кримс ТВ, с вами Скорб, и сегодня мы начинаем играть в серию игр под названием Persona. Что же из себя представляют эти игры? Это сочетание японской ролевой игры и социальной симуляции в одном месте. Это включает в себя прекрасный сюжет и довольно интересный геймплей. Ну и правда немного гриндинга. Так что давайте приступим сразу к началу игры, а дальше всё по мере прохождения. Играю я в PSP Portable версию, это версия специальная для PSP, она немного дополнена, в ней есть возможность выбрать персонажа. Так как в оригинальной Persona 3 вы играете только за мужского персонажа, в PSP Portable у вас появляется выбор женского персонажа. Что даёт небольшое ответвление сюжета, небольшое развитие другое. И также дополнительные всякие приколы и пасхалки от игры. Но начнём мы играть за обычного персонажа. Да, выберем его. Уровень сложности. Не знаю, ребят, я проходил игру на нормале довольно просто, но чем больше уровень сложности, тем больше гриндинга нужно будет делать. Beginner оставить не хочу, наверное останемся на easy, чтобы это прохождение не затянулось на века. Потому что на тяжёлых уровнях надо реально гриндить очень много. Теперь, пожалуйста, наслаждайтесь игрой. Спасибо, игра. Время никогда не ждёт. Оно нас всех одинаково ведёт к одному концу. Ты, кто желает защитить будущее, даже если ты ограничен, тебе будет дан один год. Иди вперёд, не ошибаясь. Пусть твоё сердце ведёт тебя. Станция, вечер. Здесь довольно много людей. Тем временем в каком-нибудь другом месте сидит девушка. Тяжело дышит. Я всего лишь должна приложить это к моей голове. И нажать на курок. Нет времени пугаться. Нет, я не могу. Нет, я не могу. Из-за неисправности, сегодня наше расписание будет задерживаться очень сильно. Мы приносим свои изменения любым пассажирам, которые спешат. Следующая остановка Иватодай. Это последний транспортный узел для Татсуми-порт. Короче, для острова Татсуми. Так, пожалуйста, перед тем, как мы отправляемся, приготовьтесь. Ну, собственно, здесь мы и выходим. Мы пришли очень поздно. Прибыли. Уже почти полночь. Сферменные часики третьей персоны. Что-то в атмосфере сильно изменилось. Очень странно. Наверное, лучше всего поторопиться к общежитию. Как только ты отходишь от станции, ты замечаешь очень много объектов, похожих на гробы. И, а также, опустошенный город. Ну, собственно, мы попали немного. Хороший вид. Очень, очень огромная луна. Собственно, я постараюсь очень сильно не спойлерить по поводу этой игры, потому что сюжет очень сильно захватывает и интересно будет за развитием персонажей, их отношений. Но, так как игра у нас имеет под собой социальную симуляцию, то диалогов будет много. Геккакан, старшая школа. Иватадай. Короче, общежитие Виватадай. Это общежитие, которое я упоминала из моем допускном. Значит, нам сюда. Добро пожаловать. Голос мальчика. Это очень поздно, я жду тебя очень долго. Неизвестный мальчик держит кусочек бумаги и передает ее тебе. Если ты хочешь продолжить, то, пожалуйста, подпишись здесь. Это контракт. Не нужно бояться. Он всего лишь обязывает тебя принять полную ответственность за все твои действия. Что-то написано на другой стороне бумаги, которую он держит. Я выбираю эту судьбу и на моем личном выборе. Ниже пустое место, где нужно бы написать свое имя. Ну, давайте подпишем контракт. Что, нам жалко, что ли? Так, как назвать своего персонажа? Давайте назовем просто. Я не помню, или в фильме, или в адаптации. Этого персонажа так зовут. Так, как там у нас? Ого. На триггер правый двигать вправо. Назовем персонажа Юки Макото. Пусть он у нас будет таким. Только, кажется, я немножко ошибся, надо будет еще пробел оставить. Пусть будет Юки Макото. Я уже не помню, так. Портшит. И как меня будут звать? Юки Макото. Найдет. Нормально. Время это то, что не могут избежать никто. Оно всех нас приводит к одному концу. Мечтая ничего не измениться. И так это все начинается. Да, собственно, на этом моменте у нас и начинается игра. Игра с нами познакомилась и неизвестный мальчик исчезает. Как будто и растворяется в темноте. Кто здесь? Как ты можешь? Но это же... Не говори мне. Девочка держит в руках что-то напоминающее оружие. Стой. Самое салютное. Свет. Я не думал, что ты прибудешь так поздно. Меня зовут Митсуру Кириджо. Я одна из студентов, проживающая в этом общежитии. А кто он? Он переведен в студенты. Это было послед... Ну, решение приняло в последнюю минуту, чтобы перевести его сюда. Он скоро будет переведен в комнату в мужском общежитии. Это нормально для него быть здесь? Я думаю, что мы увидим это. Это Юкари Такеба. Она тоже студент такой же, как и ты. Привет, меня зовут Юкари. Да, приятно познакомиться. И мне тоже приятно. Ну вот, опять мамочки. Становится поздно, так что ты иди отдохни. Твоя комната на втором этаже, в конце коридора. Так. Твои вещи должны быть уже быть там. О, я покажу тебе путь. Пошли за мной. Общежитие, второй этаж, коридор. На самой дальней двери. Вот оно. Очень легко запомнить, так ведь? Потому что это в самом конце коридора. Есть еще вопросы? Этот мальчик живет здесь? О чем ты говоришь? Бросай, это не смешно. Юкари его не знает? Интересно, что же это значит. Можно ли я тебя какое-нибудь что спрошу? Когда сюда ты шел? Было бы все равно нормально? Что ты имеешь в виду? Ну ты знаешь... Не важно, забудь. Вроде бы с тобой все в порядке. Так что я, пожалуй, пойду. Я уверен, что у тебя еще есть вопросы. Но давай их оставим на потом. Хорошо? Спокойной ночи. Ну, спокойной ночи. Юкари спустилась по лестнице. Это твоя комната. Ну вот, собственно... Нам будут подсказки, как что делать. Теоретически мы можем не свалить отсюда, но... Наш персонаж говорит, что я хочу спать. Тут у нас есть календарик. На календарике можно посмотреть даты. Собственно, вся игра основана на этом календаре, потому что... Очень важен лунный календарь. Не буду пока говорить за почему. Но скоро, очень скоро вы сами все узнаете. Есть у нас стол. На этом столе можно будет повышать интеллект нашего главного героя. Можно посмотреть в зеркало. Еще можно по воскресеньям смотреть телевизор. Там будет интересная передача, где можно будет закупить барахла. Ну а пока давайте поспим. Вы очень устали сегодня. Вам нужно пойти пораньше и дать спать. Ну, пошли поспим пораньше. Седьмое число. О, как мило. Это Юкари. Ты уже проснулся? Открыть дверь. Доброе утро. Хорошо ли ты спал? Митсури сэмпай попросила меня отвезти тебя в школу. Ты уже готов идти? Ну да, я готов. Чуть терять время. Отлично. Пошли. Внутри пассажирского поезда. Опять же. Анехазуру. Нам нужно пройти по рельсам. Ну, взять поезд, чтобы доехать сюда. Но твоя школа не была такой, да? Это моя любимая часть поездки. Как будто ты скользишь по морю. Короче, наша основка, это опять же остров Порт-Айленд. Который в конце линии. Оттуда мы уже пойдем пешком. Слышали ли ты когда-нибудь об этом острове? Это остров, сделанный людьми. Они сделали нашу школу прямо в центре этого острова. О, смотри, ты можешь его сейчас увидеть. Вот наша школа. Есть у этой школы свои скелеты в шкафу, о которых мы и узнаем. О, нас кто-то приветствует. Вот, мы уже тут. Добро пожаловать в Бека-Кан, высшую школу. Тебе понравится здесь. Звучит как реклама Макдональдса. Так, отсюда ты подойдешь, да? Хорошо. Я должна посмотреть нашего классного руководителя. Учительская прямо слева от нас. Ну, в этом и конец нашего тура. Если у тебя есть еще какие-нибудь вопросы перед тем, как я пойду. В каком ты классе? Я? Я не знаю. Я еще не смотрела на... списки. Эй, прошлое ночью. Не говори, пожалуйста, никому, что ты видел. Хорошо? Ну, до встречи. Тут очень много людей перед доской с объявлениями. Ну, и опять нам говорят про управление. По-моему, есть быстрое меню. Есть какие-то персонажики. И здесь мы можем выйти. Ну что ж, пойдем поищем, погуляем по школе немного. Так, кто у нас? О. Да, на правый триггер у нас включает активные элементы. Офис медсестры. Библиотека. Учительская. Ну, пошли сюда. Пакуйте офис. По-моему, это учительская. О, учитель. О, ты тут новый студент? Юки МакОтто. О, по-моему, нормально получилось. Одиннадцатый класс, правильно? Так, учительница переворачивает какие-то листы в файле. Так, ты жив в совсем другом месте. В разных местах. Так, давай посмотрим. В 1999-м это было 10 лет назад. Твои родители... Прости. Я была так занята, что даже не было времени прочитать это раньше. Я мистер... Миссис Тариуми. Я учу композицию. Добро пожаловать в нашу школу. Спасибо. Видел ли ты уже списки этих учеников? Ты в классе 2F. Это мой класс. Но сначала мы должны пойти в аудиторию. Там будет церемония приветствия, которая скоро начнется. Иди за мной. Хочу ли это я слушать? Ладно. Так как вы начинаете новый школьный год, я хочу каждого из вас помнить такую пословицу. Если работа стоит того, чтобы ее сделать, то стоит ее все-таки сделать. Это применяется и к жизни студентов, так что это значит, что директоры продолжают говорить свою бесконечную речь. Какой-то студент сзади покатается привлечь мое внимание. Эй, ты пришел в эту школу с Юкари, это его им утром, так ведь? А видел вас двоих, которые шли вместе. У меня есть вопрос. Ты не знаешь, у нее есть парень? Откуда я могу знать, я ее первый раз видел сам? Я думал, ты можешь знать. Но я думаю, нет. Тогда как хорошо ты ее знаешь. А вот это у нас, типа, злой, строгий учитель. Я слышу разговоры. Я верю, что это кто-то из класса миссис Ториуми. Тихо, тихо. Иначе у вас будут проблемы. Много вокруг людей говорит. И не особо кого-то это волнует. Рано утром, после школы. Классный час закончился, и теперь... Наша первая школьная сессия должна начаться. Сессия. О, нас уже кто-то зовет. Эй, как у тебя дела? Кто ты? Я? Я Джумпе Иори. Приятно познакомиться. Я тоже перевелся сюда, когда был в восьмом классе. Поэтому я знаю, каково это быть новым учеником. Так что я хотел сказать. Эй, чувак. Смотри, какой я прикольный парень. Добрый. Юхари на него уже отреагировала. Эй, это Юкатан. Я не думал, что мы будем в одном классе опять. Опять. Я думаю, ты будешь говорить с кем угодно, лишь бы они тебя слушали. Я не думал ли ты когда-нибудь, что ты можешь кому-то надоедать? Что? Но я всего лишь был дружелюбным. Если ты так говоришь. В любом случае. Так. Какое совпадение, что мы в одном классе. Здорово, да? Эй, эй. Вы что, уже забыли, что я тоже в этом классе? В любом случае, я слышал, что вы двое пришли в эту школу вместе. Утром. Что с этим такое? Давай. Поделитесь сплетнями. О чем ты говоришь? Мы живем в одном общежитии. Вот и все. Почему люди об этом разговаривают? Теперь ты меня заставил поволноваться. Эй. Ты никому не говорил о том, что я был вчера? Угу. Отлично. Серьезно, никому не говори, пожалуйста. Хорошо? Угу. Джемпей уже заинтересовался. Что? Прошлой ночью? Подожди минуту. Ты неправильно понял. Слушай. Я просто встретил его вчера. И все. Больше ничего между нами не было. Боже. Мне надо идти. Мне нужно о чем-то позаботиться. А. Все. Мне нужно делать кое-что для команды лучшей. Тебе не нужно не начинать каких-то слухов. Понял? А. Какая разница? Никто не принимает слухи всерьез. Она такая параноик. Но эй. Это твой первый день здесь. И люди уже говорят о тебе. Веришь или нет, но это очень... Она довольно популярна. Ты мужик. Это будет веселый год. Я чувствую это. И одесса... Так. Вы пошли обратно с Джумпеем. Хочешь ли ты... Думаю ли ты о том присоединиться к кому-нибудь клубу? Так что ты, короче, будешь присоединяешься как новый член. Так что в какое-то время ты не сможешь посещать клубы. Короче, нам разговаривал... Ну... Он нам рассказал про клубную систему. В Японии часто дети после школы посещают какие-то клубы, кружки. Так. Ну все. Теперь мы уже в общежитии сами. Добро пожаловать. Отлично. Я думаю, на этом мы закончим первую серию. Вот у нас, собственно, сохранение. Сохраняем все сюда. Многое сохранение. Отлично. Собственно, на этом вступление игры завершено. Дальше уже будет все интереснее. Нас познакомили с нашей школой. Познакомили с некоторыми представителями нашего общежития. Ну и дальше уже скоро будет вступление в боевую систему. Но это уже будет в следующей серии. Так что не хочу сильно серии затягивать. Поэтому... С вами был Скорб, Кримс ТВ. Всем спасибо. До новых встреч. Если вам понравилось, ставьте лайки под видео. И подписывайтесь на наш канал, если вам... Если вы хотите посмотреть продолжение этой серии или других серий, которые выходят на нашем канале. До новых встреч.